Взгляд полиция в Давосе пресекла попытку устроить митинг против войны в Донбассе Л. Полиция в Давосе пресекла попытку устроить митинг против войны в Донбассе 21 января 2015 года 21.56 Задержанные в Давосе за попытку устроить протест против агрессивных боевых действий Киева на востоке Украины активисты группы помощи Донбассу были отпущены и покинули швейцарский город В полицейском участке нас попросили дать письменное обещание, что до 25 января мы не будем проводить здесь акции протеста Мы это сделали Сейчас мы возвращаемся в Страсбург Нас сопровождает машина полиции, цитирует ТАСС сообщение одной из активистов группы Елены Иордановой Активисты, прибывшие из Страсбурга и собиравшиеся провести в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум Пикет против вооруженной операции Киева на Донбассе Не получили разрешения на эту акцию В Давос нас пропустили, а у входа в охраняемый периметр безопасности недалеко от центра конгрессов нас остановила полиция, рассказала Иорданова Мы показали свои плакаты Они взяли один из них и куда-то унесли А потом представитель полиции вернулся и сказал, что мы должны поехать с ними Нас доставили в участок В камере, сообщила Иорданова, было довольно холодно, но, к счастью, пребывание в ней надолго не затянулось Группа помощи Донбассу неоднократно проводила пикеты с требованием к властям Украины прекратить войну на востоке Украины Эти акции широко освещались в прессе В Давосе мы хотели привлечь внимание мировой общественности к этой войне Мы хотели провести пикет с плакатами, которые требуют от властей Украины прекратить убийство детей геноцид русскоязычного населения, сказала Елена Иорданова Она сообщила, что когда она и ее товарищи уже покинули полицейский участок, туда привезли еще одну группу активистов, из Берлина Они также собирались провести акцию протеста против войны на Донбассе И им тоже не дали этого сделать, сказала Иорданова Несостоявшиеся антивоенные пикеты были приурочены к пребыванию в Давосе президента Украины Петра Порошенко Который пытался в своих выступлениях и интервью на форуме «Выскажем нам свете» представить ситуацию на востоке Украины Сообщается, что к настоящему моменту вторая группа активистов тоже отпущена полиция После обещания не проводить пикеты в Давосе до 25 января Напомним, ранее в среду гражданские активисты, пикетировавшие здание, где проходил Давосский форум Напомнили мэру Киева Виталию Кличко о причастности к убийствам в Донбассе и Одессе После этого мэр Киева скрылся, а участники акции были задержаны полицией 45-я сессия Давосского форума проходит с 21 по 24 января В нем принимают участие около 2,5 тысячи бизнесменов, политиков, представителей НПО и экспертов Включая порядка 50 глав государств и правительств Отдельная сессия на форуме посвящена ситуации на Украине На ней выступил украинский президент Петр Порошенко, продемонстрировавшись с трибуны кусок автобуса, взорванного под Волновахой Существование различных свидетельств того, что автобус был уничтожен не градом ополченцев, а взрывом украинской мины Президент Украины настойчиво игнорирует Более того, в интервью Bloomberg TV Порошенко заявил, что более 8 тысяч российских военных якобы находятся на территории Украины А спустя несколько часов в своем Twitter увеличил их численность до 9 тысяч Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков назвал галлюцинациями и абсолютно чушью заявление Киева о переброске российских военных на Украину